Я 9-кратный чемпион России и абсолютно чемпион Европы. Сегодня я тренирую грудь, и вы можете за этим понаблюдать. Соревнования у меня осталось чуть меньше двух недель. Вешаю сейчас 110 кг. Планирую в последнюю неделю где-то пятерку еще слить. Порядка 103-105 кг выходить на сцену. Жим-гантели под углом суперсерии с кроссовером. Это упражнение позволяет мне поднимать более-менее какой-то вес. В общем-то без дополнительного риска получить травму. Я несколько такой травмированный чувак. И тренироваться с большим весом, как это было раньше, для меня не годится. Поэтому мои рабочие подходы сейчас, как правило, это 100, максимум 120 кг. в жиме лежит, но все упражнения на грудь я делаю в суперсерии. Но я на самом деле интуитивно сейчас тренируюсь. Почувствую, что загрузился, прекращая тренировку. Сейчас я буду прорабатывать нижнюю часть груди. Для этого мне потребуется отжимание в тренажере. На брусьях я не отжимаюсь из-за травмы. И та же бабочка. Все в суперсерии. Во время тренировки на набор мышечной массы, на сушку обязательно достигать ощущение жжения. Должно быть такое чувство, что мышца сейчас лопнет. Вот, в общем-то, у меня сейчас так и происходит. Если такого ощущения нет, значит тренировка недостаточно интенсивна. Ей нужно уменьшить рабочий вес и увеличить количество повторений. Я всегда бы сторонником такого жесткого силового тренинга. Вот, в общем-то, наверное, за последние пару лет взгляд на это у меня изменился. И я сейчас больше сторонник как раз именно культуристичного тренинга. Это 12-15 повторений. Такой. Как должен тренироваться культурист? Здесь минимальный риск получить травму. И максимальная отдача в плане набора мышечной массы. Пресс нужно тренировать как отдельную мышцу. Не забывайте, что, в общем-то, наверное, по своей значимости она не уступает мышцам груди. Вот. Его видно во всех фронтальных позах. Если его нет, то, как говорится, его нет. Его будет бесполезно сушить или что-то еще с ним делать, его просто не будет. Поэтому уделяйте для этого одну полноценную тренировку. Ну, как я уже сказал, я обычно это с грудью делаю. Самая приятная часть тренировки – это пить протеин. Я потом, когда закончу пресс, вы все увидите. В общем-то, только ради этого можно качаться. Субтитры сделал DimaTorzok